Здравствуйте, товарищи. Декабрь, время подводить итоги. Мы, члены Рабочей партии России, хотим подвести итоги этого уходящего года 2019. Что нами было сделано? За этот год нами была роздана пресса Фонда Рабочей Академии. В общей сложности около 5400 штук. Это были газеты «Народная правда», правда труда, за рабочее дело. Что бы хотел сказать, даже сама раздача газет, она воодушевляет нас. Приходя на большие промышленные предприятия, ты сталкиваешься именно с тем рабочим классом, той основой, которая держит на себе все. Все материальное производство, вся жизнь общества, она лежит на рабочем классе. И неся рабочему классу сознание, что это именно ты, создатель и творец, рабочий. В твоих интересах должно строиться и вестись производство. Из самих раздач газет очень интересно бывает. Раздаем, например, газету «За рабочее дело». Говорим «За рабочее дело». А люди вроде как идут, проходят. Тогда мы спрашиваем уже с другой интонацией «За рабочее дело». Ну и люди как бы просыпаются от спячки, отдергиваются, берут газеты. Товарищи рабочие, чего нам действительно не хватает, так это именно вас. Тех, кто может действительно бороться. Тот, кто понимает, что улучшить свое положение можно только борясь. Никто вам, ни капиталист, ни правительство какое-то, ни какое государство, кроме как построенное вашими же руками, действующее в ваших же интересах, не поможет. Дело наше. Правая победа будет за нами. Вступайте в рабочую партию России. Так, за этот год пресса фонда рабочей академии смогла охватить небольшое количество предприятий Тюмени. Это Сибнефтемаш, Нефтемаш, УГМК «Сталь», Атипинский нефтеперерабатывающий завод «ТЭЦ-1». Но мы на этом останавливаться не собираемся. Будем продолжать усиливать, так сказать, наши стремления. Хочется отметить вклад сторонников нашей партии, которые помогают нам в раздаче газет. Это же ведь надо встать ни свет ни заря. И не важно, там мороз, снегопад, потом еще на работу ехать. Также регулярно проходят встречи марксистско-ленинского кружка, в рамках которого разбирается и штудируется наукологики Гегеля. Конечно, не без помощи записей кружка любителей гегелевской диалектики. На данный момент кружок посещает порядка 15 человек. И вот, пользуясь случаем, хотим пригласить всех желающих тюменцев в наш кружок. Численность тюменской ячейки за 19-й год выросла на 500%. Рабочие, непосредственно производящие материальные блага, среди нас есть, но пока что нет рабочих крупных промышленных предприятий. Над чем мы работаем и знаем, что наша работа не пропадет даром. Мы твердо стоим на позициях научного социализма и не впадаем в уныние от отсутствия сиюминутных успехов. Наше дело правое и прогресс на стороне рабочего класса. И поэтому в конечном итоге мы все равно победим. Сейчас подводим итоги не только мы, но и правящий класс. К сожалению, обстановка в стране неутешительная. Вслед за нескончаемой деградацией производства продолжает вымирать и население России. На данный момент Росстатом зафиксировано, за 30 лет с того момента, как развалили Советский Союз, вымерло уже 13,7 миллионов человек. Это уже на миллион 200 тысяч человек больше, чем потери за 5 лет гражданской войны 1917-1922 года. И это уже на миллион 700 тысяч человек больше, чем составили потери Красной Армии за 5 лет Великой Отечественной войны. И к этой беде невозможно оставаться равнодушным. Сегодня только рабочий класс может своей борьбой переломить эту ситуацию. Безусловно, положительным лозунгом борьбы сегодня является борьба за 6-часовой рабочий день, за повышение зарплат до стоимости рабочей силы, за развитие и модернизацию производства. И другой силы, кроме рабочего класса, чтобы это сделать, чтобы изменить ситуацию, просто нет. Если вы не хотите равнодушно смотреть на то, как деградирует наша страна, то приходите в Рабочую партию России, у нас работы хватит на всех. Товарищи рабочие, вступайте в Рабочую партию России. Борьба только начинается, и вы в этой борьбе должны победить. А мы вам в этом поможем. С праздником вас, с наступающим Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok